Всем привет, люди! Да, это Dishonored 2, за корво, кровавый режим. Кстати говоря, есть те, кто хотят видеть прохождение по стелсу. Ну, мало ли, кто-то новый зашёл, такой думает, блин, чё он играет не по стелсу, как-то не канон. Там по ссылке есть плейлист. Там есть первое прохождение за Эмили, где всё пройдено по стелсу. Здесь, ну, мы будем комбинировать. Да, я не буду всё время, как мясорубка, лететь по локации, но я не хочу замедляться. То есть, как бы, смысл прохождения именно в мясной... в мясности. То есть, мы делаем в мясо всё и стараемся добить какие-то допы, которые не добили во время первого прохождения. Например, вот в этой миссии следующей будет спасение чувака, которого сожгут о стену. И также ещё в будущем, помните, где нам нужно пробраться в дом, где там время перематывать можно, нам нужно будет выбрать одну из сторон. Я думаю, что давайте мы попробуем выбрать обе сразу. То есть, как бы, мы пройдём за... убьём одного чувака, потом пройдём по новой и убьём другого. Ну, там ничего особо не поменяется, но мне хочется это сотворить. В общем, ребята, давайте попробуем, давайте пойдём вперёд и... Ну, если вам нравится, можете подписываться на канал, ставить лайк. Нас ждёт скоро прохождение Watch Dogs'а, полное прохождение, не кусочек, а именно полное. 14-го начнём играть. Я знаю, что какие-то уже ютуберы играют какую-то там в демо-версию, скажем так, но мы будем играть в 14-го уже в полноценную. Ну, и демо-версию, к сожалению, мне не дали. Я писал в Ubisoft, и мне факт показали, к сожалению, просто сказали тебе, иди нахуй. Что-то не так. И в то же время всё так знакомо. Да, открыл корабль. Я тебе предисловие небольшое ставить, просто, ребят, чтобы вы были в теме, чтобы вы понимали, как бы что происходит. Так вот, сейчас сюжет будет идти. И вы нескоро услышите мой голос. Голос. Я помню этот бесконечный холод. Корва узнал. Кстати, он озвучил очень классно. Слышите вот этот дивогий голос? Совершенно по-другому реагирует никак, Эмили. Эмили была такая, лол, где я? А Корва такой, да, я узнаю. Сейчас чужой появится. Корва, мой друг. Боюсь, ты потерял. Ещё одну игра. Да не изви, не изви. Потеряла. А ты б не потерял. Я не случайно дал тебе метку. Что будет с достойным человеком, если разрушить его жизнь и втоптать его в грязь? А затем... Дать ему шанс. Он сделает всё, чтобы вернуть к ним. Ты бы себя видел. Когда-то ты полностью отдался во власть смерти и ужаса. А потом сделал всё, чтобы кошмар не вернулся. Но он снова здесь. Ты знаешь, куда идёт этот путь? Я не знаю, что это за... Ты вновь пройдёшь по нему. Что за дельфины тебе? Акула с плавниками. Чувак, ты про метку какую-то спрашиваешь? Тут грёбаная акула. Всем насрать на акулу? Только я... По-моему, когда я играл, всем было насрать. Никто в комментах не сказал, о, акула. Все были такие... Нет, не... Это вот. Главный герой игры должен быть. Это, видимо, то, что его на берег выкинул. Он теперь в песне плавает. То ли в океане открылся чёрный драйв без... Да, можно играть в режим безумений. Но я не хочу такой челлендж. Это неинтересно. Это, наоборот, игру кастрирует. Но безумений хорошо, если ты решил играть по стелсу и просто максимальный хаткор. Ещё сложность рубить максимально. Это... Ну, нерводробилка, я бы сказал. Но... Оно того стоит, если вы действительно любите стелс. Но мы примем метку. Как раньше, давным-давно. А что бы вы сделали, ребят? Она всегда была здесь. Если бы вам дали такую меточку и способности к нему. Мне интересно, что вы сделали. Не думал, что снова окажусь здесь. Это уж, чувак. Это уж... Поставь, чувак. Постой, почему я не могу. Чувак, у тебя, походу, перенос слабее. У-у-у, Эмили бы поселее. Это всё так же здорово. Да, всё так здорово. Но, правда, он переносится не как она, а он переносит несколько иначе, как Висси. То есть, он именно телепортируется вот так. А теперь я спасу дочь и верну ей трон. Она такая тянется. Она как-то по-другому. Тянется, как будто комара хочет. Заход, такая тьма. Но... Будет это немножко... Странно. Ладно, а почему ты думал, что будет по-другому, если... Играть за корма? Никогда не понимал, что значит это. То есть, моя судьба, если я не справлюсь, наверное. Наверное. Хрен пойми. Этих тёмных личностей. А это... Мы трахались. Это было так давно. Тебе было столько бед. Но даже став собственной тенью... Я рада тебе. Джессамина. Мне достаточно слышать хотя бы эхо твоего голоса. Хотя бы его. Я всего лишь частица сама себя. И мне осталось недолго. Как бы я хотела преодолеть эту ужасную бездну. И заключить себя в своем яти. Но дам лишь это. Мой дар. И проклятие. Видеть амулеты. Призови меня. И я направлю тебя, если смогу. Окей, Джессамина. Скажи мне, где находится амулет. На самом деле, это очень трагично. То есть, понимаешь. Ты... Как бы твоя любимая... Так представьте, это как будто Лиза находится вот в этом сердце. С шестернями. Но при этом... Ты можешь к ней прикоснуться. Но ты можешь нажать на сердце. Здесь нет звезды. Здесь нет неба. И да, здесь нет неба. И ты можешь ее услышать. Здесь никого не должно быть. И нас тоже. За тысячи лет мало кто не сделает место. Среди них две императрицы. В этом месте есть странная сила. Странные флаги. Но кто такая Далила? Сестра Джессамины? С меткой чужого? Да. Ну вот, помните. Мы его постараемся подменить на двойника. Ее мы убьем. Его мы убьем. Тебя мы тоже убьем. Как я и сказал, она, наверное, самая симпатичная из всех них. Ну и вот этот похож на француза из Ордена. Этот. Ну это Пача Гевара какой-то. Ну и эта стремная баба. А это... Тут без комментариев. Это уже от классических хирургов. Я думаю, что реплик очень много. Я на этот раз прокачаю создание руку из слоновой кости, так как мы, по сути, умножили в себе переступлено. Далила убивала за пару башмаков. И в тот же год писала величайшие портреты своего времени. Эти художники, они странные люди. Ее амбиции, талант, острое обувь, привлекли к ней людей. И привели к тому, что случилось в башне. Далила не торопится. Она заняла престол, но... Раскрою тебе тайну. Этим она не ограничится. Я раньше не замечал, что у него вместо глаз нефть. Ладно. На самом деле, если так посмотреть на игру, то она все-таки немножечко унылая. То есть, вот как ни крути, как ты не играй в Dishonored 2 и... Да, в первой, кстати, нет. Именно второй он немножко унылый. Но унылый именно в том смысле, что, понимаете, он не веселый, там, как GTA Online. То есть, в этом смысле. Поэтому я понимаю, когда люди говорят, что Dishonored унылый, игра неинтересная. Игры, как и Mafia 3, они стали просто более серьезными. Мне кажется, что, естественно, я понимаю, что, может быть, люди, которые хотят пофаниться в игре, порофлить, например, или посмеяться над игрой, то здесь как-то это тяжело делать. Когда тебе кажется, что ты все понял, когда едва успеваешь расслабиться, ты вдруг поднимаешь взгляд и видишь у ворот волков с окровавленными мордами. Волков, которые хотят выжрать твои кишки, все рухнуло в бездну. Последний раз я видел Карнаку, когда мне было 18. Я садился на корабль, который шел в Дануэл. Было утро. Я танцевал и пил всю ночь накануне. Я гордился тем, что попал в милость к старому герцогу и считал себя величайшим фехтовальщиком островов. С того дня прошло 36 лет. Я похоронил множество врагов. Многие из них получили по заслугам. Я остановил десятки убийц, но в кошмарах вижу лишь того, кто прорвался к цели. 54 года. Кто бы мог подумать, что я вернусь в Карнаку как преступник, что буду снова идти по следу убийцы, что опять буду скрываться, готовясь вновь пролить реки крови. Самое забавное именно в таких кат-сценах и Корва никогда не говорит, что он будет скрытный. И он именно говорит про проливать реки крови. Именно поэтому за него и хочется играть, как за персонажа, который убивает всех. Потому что, во-первых, мы есть за что мстить. Во-вторых, его просто настолько уже все заебало, что, мне кажется, ему более свойственно было проливать реки крови, чем Эмили, которая такая, знаете, прощающая, скорее прощающая императрица. И мы с самого начала игры давайте, ребят, попытаемся качнуть вот этот момент с рунами и амулетами. Я вот как-то недооценил это во время первого прохождения, понимаете, немножечко, скажем так. Подумал, что это не особо надо. Господи, дай уже зайти. Вот это корм. Он похож на Джоэль из Last of Us? Ну, очень сильно. Прямо вообще. В коробке может казаться, что это полезно намного. Да, ну, по сути, те же два амулета. Ничего нового в плане амулетов здесь нет. За счет умений, что у нас два, две руки. Почему ты, а что дешевле? Стратегический перенос с атакой. Бросайте врагов, атакую сразу после переноса. Так, а это что значит? Давайте вообще науки посмотрим, что у нас есть. Есть изгиб времени. Замедлить время. Есть вселение. Ну, это как в первой части. Темное зрение. Вот его, кстати, качнем. Вначале это самый полезный наук. Так, есть прорыв ветра. Порыв ветра ломает дверь и отражает снаряды. И с ее помощью можно поломать деревянные двери. Убрывы, то упадет не сразу. Отлично. По сути, все очень интересные науки. Я буду собирать, ребята, руны. И при этом очень хочу вкачать вот это вот. Потому что мы находим очень много слоновой кости во время игры. И все это можно пустить на создание руны и амулетов. А это значит еще больше прокачки. То есть я бы, наверное, пустил все-таки большую часть вначале на вот это. Так что, ну, мы знаем, по сути, как руну уже доставать. Так что проблемой-то не будет. Особенно учитывая, что мы не стелс. А просто рвемся на поролом. Смертветная тень. Я буду качать тут всякие навыки, которые дают нам силу и так далее. То есть сейчас у нас цель, ребята, не какие-то такие теневые. Но, по сути, у Корма они все и боевые навыки, кроме жадная стая. Этот навык, ну, такой тоже для боя. Тоже для боя, например. Это, ну, вселение спорно. Вот вселение больше для стелса. Но, опять же, это все скорее боевые навыки, чем у Эмилек, у которых были такие стелс-навыки. То есть мне кажется, это очень правильно играть в убийцу за Корма. Мы не будем читать. Мы все это читали во время первой части. Сейчас тут дневник запишем. Он почему-то, кстати, прячет метку, в отличие от Эмили. Как-то он больше к этому относится. Мне интересно. Давайте я промотаю. Теперь я бегу против данного на родину. Ну, да, он по-другому, естественно, тут дневник написан. Не знаю, почему он Playground или какой-то другой сайт делал придирку к шрифтам. По-моему, Playground сделал придирку к шрифтам тоже. Типа шрифты, что-то не канон. Не очень. Не знаю, почему. По-моему, забавка. Так прикольно смотрится. Есть в этом карикатурность. Ну, то есть я понимаю, что я немножечко, так знаете, придирался. В плане карикатурности. А, мой старый арбалет. У Эмили другой. Это, видимо, мой прям вот такой старенький-старенький арбалет. Так, сейчас мы все пометим. Вот это сердце сюда. Пистолетную пулю. Ну, пожалуй, на правое она. Хотя. Не, давайте болты у нас будут стоять. Болтай, кстати, быстрее пистолет. Темная заре... Нет, не-не-не-не. Телепорт будет здесь, по традиции. Список дел. Откройте дверь в кладовую. Ну, помните, как это работает. Кстати, вентиль я так и не нашел. Вот в тот первый раз. Надо будет на этот раз его открыть. Ну, я за тебя очень рад, что ты мне все расскажешь, честно говоря. Так, постой, постой. Не, не хочу. Ну, я рад, что герцог еще в данном. Так, без сохранения. Я хочу потрудиться. Остенатели, если нам повезет, будут заняты очередным грабежом. Зрение. Сразу пойдем сюда, ребят, немедленно. Я очень жду Watch Dogs, ребят. Я знаю, не похоже по мне, потому что я, наверное, не в каждом видео об этом говорю. Но я правда жду Watch Dogs. И мне кажется, это будет очень интересная игра. И я в нее верю. Мне и первая часть показалась неплохой. Одноразовая игра. К сожалению, конечно. Но неплохой. Неплохой. Все, задание выполнено. Доска упала, заблочил. Я еще все тут осмотрел. Я помню, в начале игры здесь очень, кстати, много... Было интересно. Всякие, знаете, болты халявные. А нам это в начале игры очень надо. Глобус. Не будем... Хотя, не знаю, пробить. Не пробить. Может, аудио... Не, аудио тут будет такое же, скорее всего. Записка Соколова. Изучение трупных холостей. Не, давайте послушаем. Аудио отличается. По-моему, это уж так. Я совершил достаточно злых дел. Соколов или паяет, или рисует, или кутит напроположен. Ну, раньше было так. Работа Соколова. Это долила. Антон начал его незадолго до похищения. Их что-то связывает. Не знаю, что... То есть он что, плавал на корабле? Из-за сторожевой вышки в Аддер Мир можно попасть только через стоянку экипажей. Королевский убийца слишком небрежен. Но он справился с целью запугать людей. Ну, я думаю, в этом был смысл. Мортимер Рамзи. Титулованный сын титулованных родителей. Только благодаря таким, как ты, герцог смог осуществить переворот. Прежде чем я покину Сирконос, я встречусь с герцогом Абели лицом к лицу. И он ответит за всё. Долила сильна. Странно, что я ни разу не сталкивался с ней прежде. Чему же, о Блингборгских ведьмах не? Или это было в другой жизни? А если я брошу один стакан, другой они разобьются? Да! Вот это физика. Не, физика прикольная в игре. Забавные места, помните, когда там чувак взял и подлетел в воздух. Вот ради этого уже можно играть. Если выйдет за экшеном. Хватит курить трубку, ты не Сталин. Кое-что я понял. Который Сталину можно. Ну, что вы с Соколовым здесь сделали? Старик любил Карнаку. А когда узнал про заговор и королевского убийцу, решил предупредить вас. Я знал, что ситуация наколена. Коррупция. Уличные стычки. Такое случается. С этим должны справляться местные власти. Но местные власти не хотят. Блин. Герцог бездействовал. Зарплаты так не стоят. И по всему выходило, что он стоит во главе заговора. Соколов был потрясен. А его сложно чем-то удивить. Сами знаете. Мы готовились отплыть в Дануэл, но не вышло. Убийца. Лучше вы в верхнюю пышму отплыли. Люк распахнулся. Соколов закричал. Я увидела только, что его тащат по палубе. Я следовала за ними до Адермирского института. Там заправляет гепатия. Может, герцог пользуется услугами ее пациента, королевского убийцы. Когда-то в Адермире были стеклянные террасы. Я проберусь туда и уничтожу убийцу. Станет ли алхимик мне помогать? Не знаю. Но я постараюсь выяснить, что с Соколовым. Не стану желать вам удачи. Зачем вам это? Но когда закончите дела в институте, отключите вышку. Подведу лодку ближе. Будете готовы, я подвезу вас. Ммм, ну ладно. Дети, смотри, пошли. Давайте, ребята. Вы же готовы? Вы готовы, дети? Тут, по-моему, еще... А, постой, не-не, я помню в каюте капитана. Наверку что-то было. Ну и вообще, в принципе, осмотреться-то, ну, сами понимаете. Я, кстати, вот этот момент упустил, что... Как-то, я не знаю, я вроде слушал внимательно, но, вы знаете, по время первого прохождения часто так возбужден игровым процессом, что не задумываешься. По сути, ведь, получается, Соколов путешествовал с Мэган вместе. Потом произошло то, что Королевский убийца выкрал Соколова. Я-то думал вначале, почему, а откуда они друг друга знают? Потом вот я сейчас только осознал, честно говоря. Вот только сейчас. Потому что, ну, опять же, когда играешь, ты не всегда, ну, осознаешь все происходящее. Даже не смотря то, что ты... Да, ну, отсюда так далеко. Эмили, я скоро вернусь. Обещаю. Ну, я помню, труны есть под водой. Ща, постойте, мне лучше. О, смотрите, да я могу прыжок вверх сделать. Ну-ка. Бонзай! Ха, этот крик! Мне что-то смешно даже. Так заорал. Блин, а где я? Щас, щас. Отдохнусь тут. Короче, сердце откоп. Давайте наверх поднимся. Господи, тут акула. Меня испытает съесть огромная рыба из моего сна. Нифига. Меня кушаю. Ой, господи! Меня жрут! Спаси! Меган! Игра окончена, ребят. Мы ни с кого не смогли спасти. Форма убили. Не люди, его съели рыбы. Ладно, всё, ребят, ныряем. Так, давайте побыстрее. Надо всё-таки помечать. Я бы что думал, что сердце в руках. Ну, иногда даже с ним, кстати, не всегда. Нормально отображается. Больше ничего цен на вас вроде нет. Чём быстрее выплывем, тем лучше. Средний момент, как всегда. Не знаете, меня, Евгена. Евген всё делает последнее. О, стой, крыса! Белая крыса! Её можно съесть! Ха! Я тебя поймал. Крыса. Я поймал крыса. Мам, смотри, кого я поймал! Мам! С ног, вытянь это дерьмо! Она все откусит тебе яйца. Как-то так. Высаживаю вас в доках. Ну, а нельзя сразу до цели довести? Конечно, нет. Я готов. Старый город, наверное, сильно изменился. Ну, в путь. Отправляемся, ребята. Ну, снова в бой. Отправляемся. То самое путешествие. То самое, которое запомнилось нам тем, что мы убивали людей. Или нет, мы спасали людей. Но это мы их будем убивать. Дело пойдет намного быстрее, я обещаю. Я открою тот сейф, который не смог открыть, без подсказки. Там есть достижение такое. Я, конечно, не охотник за достижениями. Есть люди, которые действительно охотятся за достижениями. И пытаются выловить их все. Но, на самом деле, это не дает особо какого-то удовлетворения. Раньше, да. Раньше у меня был такой хайп в какой-то момент. Лет 16, по-моему. Был хайп на достижения. У меня, я думал, блин, надо пройти все игры, которые у меня есть. Именно максимум достижений. Получить их все. Потом я подумал, окей, а что я за это получу? К тому же, знаете, можно установить специальный achievement unlocker в стиме. И просто ты будешь заходить в любую игру. И там все достижения будут открываться. То есть, понимаете, с одной стороны, как бы да. А с другой стороны, тебе обидно. Потому что ты вроде возишься, а другой человек взял. У меня просто пыль сходил и взял меня достижения открыл. Я хоть не заскал. Да. Я бы довезла вас до Адармира, но там усилили охрану. Водхнули староживую вышку. Придется вам ехать на экипаж. Терпеть не могу. Такого. Да, старый герцог Симфоноса. Многие годы строил карнах. А Лука 2 получил власть. Тут же начал вытягивать из города богатство. Все пустил на оргии и пиры. Я помню герцоги Теоданиса. Славный был человек. Хотя не оргии пирыкал. Пиры хорошо, оргии нет. Герцог поддал весь город на отпуск гвардейцам. Они могут напасть на вас. Я бы позвал, ребят, подвижщиков. Пусть потусили вместе во дворце. Я бы устроил сходку в карнахе. Было бы прикольно. Ребят, вы приехали на сходку во дворец со мной потусить? Увидимся в Адармире. Когда я отключу староживую вышку, сразу подгоняйте шлюпку. Это самое долгое, кстати, задание. Это первое. Самое-самое долгое, как по мне. Посмотрим. Я был на высоком саусе. Что за шум? А, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу прощения, но вам сюда нельзя. А, ну сорян, сорян. Это товар должен был улучшен. Точно. Что нам теперь делать? У нас уже нет денег. Не жаль его. Это из моего сна, ребят. Сколько они тебя отвалили, Рамос? Вы торговцы все одинаковые. Все ноете, выпрашиваете что-нибудь. Товар остался? О, бананы. Слушай, слушай, Рамос. Ну все, вы меня достали. Вы виноваты. И мы потеряли 11 рабочих. Они даже не добрались до шахты. Эти тросы не рассчитаны на такое количество людей. Если везешь толпу, даже детей. Все равно... Ребят, что-то наделал, мужик. Я пытался пожить немного в близких. Чертошки холода. Там вдалеке уже Адер Мир. Да, вон там. Это где, вот там? Нужно больше рабочих. Мастер-понус, все время приезжают люди. Здравствуйте. Готов поспорить на последнюю монету. Опять будет соляное немного. Что-то хотел. Все, пошли, никакого стелса здесь. Крисики. Э, все нормально. Что-то ты приуныл. Давайте уберем труп, мне кажется. Сразу побегу. Нет, сначала заору, потом побегу. Ну, чтобы люди предупредят. Я не хочу, чтобы там труп лежал. Жарю. Подчинение обязательно. Говорили ей, что этот жир не годится. Но кто меня слушает? Я понимаю, да, меня тоже редко слушают, всегда говорят. Нет, ты не прав. Только, оказываюсь, прав мне сказали, что... Только, оказываешься, прав, все говорят, что... У меня есть кое-что для тебя. Ну, что же, мадам? Ну, в такой позе сидите. Оля, ты в такой позе ставишься. За труды я заплачу. Господи. О, я, кстати, ее не встречала. А почему-то... Эй, удели мне парень. Да ща, да, я посмотрю. Я хочу вот этому парню. Не подскажешь, как к нему пройти? Я Минди Бланшар. А ты, судя по маске, любишь совать нос в чужие дела. Поможешь мне? В одном дельце. За мной не заржавеет. Мне нужно в Эдермирский институт. Проведешь? Легко. Я там все знаю. Что-то пиздит. Достань ни одного чувачка, и я тебе помогу. А, я это не выполнял, кстати. Не бойся, он уже умер. А, ладно. Значит, тебе нужен труп? А подробнее? Он лежит на форпосте смотрителей. Они думают, он был колдуном. А зачем мне мертвяк? Дело мое. Проберись к ним. Забери труп и жди в подвале у зубодера. Тут неподалеку. Я подумаю. Даже не знаю. Женщина в татуировках, это не то чтобы сексуально, или антисексуально. Это такое, по-моему. Мне кажется, это скорее что-то из-за разряда диковинки. Такое. Что вроде как ничего, конечно. Но с другой стороны, как-то немножко стрёмно. Я бы, наверное, напугалась в большей степени, если бы я увидел женщину в татуировках. То есть сразу думаешь, блин. Я бы смотрел, но я был такой, блин. Я не уверен, что я хочу общаться с этой женщиной. Старый, добрый способ перемещения за нашего дорогого друга. Я все из-за кошели, ребят. Все из-за 10 монет. Я в подпольную лавку хочу попасть в первую очередь. Просто я думаю, окей, как? Я думаю, вот здесь можно попасть. Так, постой. Давайте пролезть. Так, по-быстрому ограбим, ребят. Зря я тут, кстати, по стелсу пытался ходить. Тут нет охраны. То есть я, на самом деле, очень зря напрягался. Некоторые места. Все так, по стелсу. Но опять же, когда ты первый раз играешь, ты еще не совсем понимаешь, видите, ось слонов. Так, постойте, мне нужно. Когда первый раз играешь, ты еще не знаешь всего. Ты не знаешь, скажем так, правил игры. Я бы так это описал. Вот ты такой... Ты еще не уверен, как тебе быть. Но именно когда вот так ты играешь, более смело ты находишь больше предметов. Намного больше. Как мне кажется. Потому что когда ты играешь, так знаешь, боязно, как я вот первый раз играл, только с поязнью. Думал, что, блин, а вдруг я там саглю на себя солдат. А вдруг они прибегут. Я думаю, что мы сейчас, кстати, зайдем. Я хочу окравить магазин с заднего двора. Только по-тихому, чтобы торговец не сбежал, иначе мы ничего не получим с этого. То есть мы и не сможем. Потратить день, а мне нужно потратиться. То есть потратить первое, первое, скажем так. Господи, к тварию. По-тихому пойдем. Кто-то меня, Макс, помню, говорил мне? Давай по стелсу. Хоть немножечко. Я такой, окей. Подпольный рынок. Здесь торгуют оружием и снаряжением. Здесь, значит, и торговать с тобой можно. Давай. Я бы очень хотел к тебе пройти туда, в подпольный рынок. Так, улучшение снаряжения. Ну, давайте закупимся. Почему вы в маске не мое дело? Так, хорошо, давайте посмотрим. Ну, я в первую очередь руку. Где в залезу дал лодку с припасами? Ой, за то, что он припасов. Это хорошо, что мы договорились. Поищем сейчас. Зелени, обойдемся. Нормально. Не будем тратиться. Давайте на апгрейд лучше потратимся. Посмотрим. У меня найдутся кое-какие чертежи для тебя. Одну пулю в обойму. Давайте, это отлично подойдет. Ты не пожалеешь. Две пули, пожалуйста. Все, я хочу больше пуль, мы будем много стрелять. Ну и больше, чтобы ничего не качать. Я не должен вести дел с чужаками. Да ладно тебе. Черный рынок, какая тебе разница с кем вести дела? Я тебе отслюнявливаю банкноты. Ты должен кивать и говорить мне, есть, сэр, спасибо, что выбрали мой магаз. Нужно как-то, ребят, сейчас взять и обойти его магаз. Давайте посмотрим, можно ли это сделать. Мне интересно. Здравствуйте. Посмотрим, у тебя здесь есть хрисиный? Нет, вряд ли. Я думаю, что... Если обходить, то только через квартиру наверху. Потому что дверь у него заперта наглуха, и открыть ее возможности у нас нет. Я думаю, если как-то вот спускаться к нему, то только вот где-то тут должен быть тайный проход. Вот, например, в этой комнате где-то в полу у вас дырка. Зараза? Что тут происходит? Что такое-то? Ты из-за моего бега, что ли? Что-то она. Нервная какая-то. Только знал, что... Нельзя, нельзя ходить в дом, какая рядом нервная женщина. Ладно, давайте уйдем отсюда, ребят. Все, так, тут сортир. Я уже запамятал, как выйти из этого ада. Все, нашел, нашел. Короткий путь. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь есть амулетик. Нам этот амулет интересен. Ну, к тому же, мы хотим на доп пойти. Доп находится, видите, по стройке смотрителей. При этом здесь есть, кстати, проходить. Могли бы как-то там попытаться пройти. Но там, по-моему, к торговцу опять же. Кстати, а если пойти напрями, кто что будет, что там напрями? По-моему, там у световой стены чувака хотят убить, поэтому, может быть, есть смысл. Как бы немножко, знаете, того... Да хватит, не кушай. Сейчас выиграл, кстати. Да что с тобой? Да что с тобой? Да господи! Ребят, реально, что происходит, чувак? Ты пугаешься? Ну, я вижу, что с этим парнем произошло. Его забьючило уже. Это молится на стены. Тут я попал в город придурков, ребят. Всякие-то стрёмные. За мной охотятся половины империи. И я почти хочу, чтобы меня нашли. Я готов к бою. Сейчас, давайте я хочу спасти. У меня не было выбора. Световая стена. Времен крыси и чумы. Ой, извините, женщина, я не хотел. Блин, как... Давай, клинчики. Я спас чувака или он? Провести покрываемый ритуал опасства обывателей будут здорово награждаться. Вроде спас, ребят. И да, кто сказал, почему ты их не обираешь? Потому что без всех случаев на них нет ничего. Вот поэтому не обираю. Они на месте во всем разберутся и решат, следует ли взыскать какой-то штраф. Посмотрим, там... Может быть, мы и в этом ранее, по-моему, не были. Висики бегают. Кстати, румы имеются. Давайте попробуем тут пройти. Не задерживайтесь. Мы ищем следы ереси. Что? Здесь? Слушайте, мне просто нужно... Именем аббатства район закрыт. Входи. Что тут, чем хранит? Аббатство? Рифмуется со словом блядство. Что? Мне нужна помощь. Ничего тебе не надо. Сиди смирно. Я тебе... Да ты сама в квартиру свою попасть не могу. Посмотрите, погром тут устроили. Я тебе помог. Господи, жители такие неблагодарные. Я не устала от собственного голоса. С ними говорить, как соседи. Фейл какой-то. Вот это я понимаю. Вот это вот сейчас было оно. Какой труп? У трупа не было. Вот так ребята произ... И играют в эту игру. Я думаю, это самое веселое прохождение, которое вы когда-либо увидите на ютубе, ребят. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, ченский, если вам весело. Мне весело. Я сейчас получаю практически эмоциональный оргазм. Если не сказать больше. О, картина. Рой. Вот он сейчас кинул. Города умирают. Гниют. Мы видели это в Дануале 15 лет назад. Хочешь? Вернуть год, когда ты стал тем, что ты есть? Не отрицай. Крысы в колыбелях, черный дым над тропами. Плачу по всему городу. Все возвращается. Ты дома. Это твой город. Город для таких, как ты. И город королевского убийцы. Ну, он правда говорит, по большому счету. То есть... Как бы нам раскрывают сущность нашего дорогого друга Корва. То есть... Ну да, Корва немножечко, скажем так, уже двинулся на всей этой теме. Так, создавайте собственные амулеты. Ну, у нас пять рун. Как бы у меня есть большой соблазн вложить все. Давайте телеп... Хотя нет, учитывая мы с телекр... Давайте вложимся сразу вот в это. Я знаю, что кто-нибудь скажет. Нет, Евген, вложись с рукой. Нет, я хочу вот именно в это вложиться. Я хочу создание рун. Вот так вот в это все. Сложение. Представим, это сходится один тоже эффект до четырех раз. Ну, я думаю, от ничего страшного. Давайте прокачиваем амулетов закажем. Я понимаю, что это может сейчас немножко рановато. Но на этой локации очень много амулетов. Руны, поэтому мы, в принципе, быстро сейчас все качнем. И сразу начнем крафтить новые амулеты из слоновой кости. Это как бы смысл, понимаете, в этом. Я не просто действую опрометчиво. Я очень четко сейчас спланировал, как я хочу развиваться и что я хочу делать. Как я хочу проскачать перца. Ввести его до максимума. Потому что если собирать только игровые амулеты, то хрен-то как-то что соберешь. Смотри, тут еще на полу валяется. Я, видимо, во время атаки малость сду. Эликсио ставит немного почку, здорово, отлично. Так, что у нас дальше идет в программе? Амулет на 33. Хрены, конечно, туда попадут. Да, хрен-то там попадут. Хотя, не-не, не хрен. Я могу... Ладно, давайте пройдем через дом с мухами. Мой любимый дом. Я на меня еще с первой части зашел. Пока герцог отсутствует, я хочу заявить следующее. В связи с разгулом преступности и действиями иностранных агентов, переход из одного квартала в другой, в том числе на работу и сработает, допускается только по пробованию. Я вижу, что в какой-то момент здесь скажут. Вы попытки побежать гвардии исполнить свой долг будут подавлены. За всеми жалобами, надейте, гвардейте, обращайтесь к ближайшему... Да пойдем, я пойду через дом с мухами, ребят, как бы это... Поосторожней с мечом, гвардейцам это не понравится. Я уже показал им свой меч, они адоптят, мне понравится. Сказали, что... Сказали, окей. Condemned due to infestation. То есть, закрыто из-за... Тут все заражено. Инфестация. В детстве мы кидали камни в такие гнезда. Главное не суетиться и не подходить слишком близко. Все просто. Голос такой, как будто Ридика озвучиваю. Ну, такой, знаете, похож. Правда, обработали его получше, а то... Голос с первого канала. На первом канале такой голос дико надоел. Они немножко, слава богу, его сделали поживее. Если это был оригинальный голос, я бы заныл. Слава богу, это не жаль. Растояние на минии, планы на будущее и, конечно, на любовь. Все утонуло в пролитой тобой украни. То есть, я виноват... Ой, господи. Созьмем вся муку. Возьмем это и это. Опять же, я не знаю, это не спидран, ребят. То есть, мы действуем не просто так, чтобы пройти поскорее. Иначе бы я выбрал другой маршрута. Так, чтобы... Если не по стелсу, касса. Скучная касса. Бровать, у меня кончились огненные, так что придется работать по старинке. К сожалению. Сейчас этот засранец в проходе, по-моему, появится. Нифига вас тут много, ты говоришь. Главное, быстро бить тебя. Быстро и точно. Тогда я не успеваю отсакиваться как следует. И одно из цветей немножко более спокойно и благословно. Кстати, они корму почти не кусают, что самое интересное. Может быть, я стал лучше махать, конечно, мечом. Но я не уверен, я не уверен, что это так. Я... Мне сложно сказать. Так, ну, на форпост мы войдем, ребят. На форпост мы войдем. Это одна из целей. Так, хорошо. Ноль рун. Амулет у нас появился. Следопыт. Немножко быстрее. По-моему, тут сейчас другие, кстати, поменяли свойства. То есть сейчас перки, которые я беру, что-то не такие. Раньше. Так, я ничего не пропустил, случайно? Не-не-не. Нет, ничего. Все, остальное там, оно дальше. Что-то опять агро-мухи. Серьезно, они меня как будто не трогают. Может быть, это из-за моего стиля игры такое. Они бананы, они... Не, они трупные. То есть бананы. Хотя обычно, блин, трупные мухи, они все едят. И бананы, и... Вообще, все, что попадется. Бананы я обожаю, поэтому я даже в игре их буду есть. Даже в игре... Там вниз полезется, надо спустить. Давайте бросим им труп, отвлечем. Все, видите, как понравился труп, они за... За... Спасибо деду за трупяк. За трупешник. Мы тут не были, что ли? Да. Новая зона. А, да-да, я бы такое... Я бы зажигательные болты увидел. Вот что, нет больше места, блядь? Может, его освободить? Там, я помню, бродит трупажор. А ты ограничаешь меня. Все, потратились. Берем жадность, жадность началась. Обычные болты. Все, тратиться не придется. По сути, эти письма, они... Именно по лору, ребят. Так что, искать в них что-то, кроме лора, и не стоит. Я имею в виду, если кто-то из вас думает, что у них что-то есть еще. Кроме лора, его нет. Не нашел. Смысл писем именно передачи лора. А здесь? Не знаю, откуда эти гнезда берутся, ключ от подпольной лавки. А-а-а, смотри-ка, все. Мы теперь в подпольную лавку на обратном пути пройдем, когда задание будем выполнять. И ограбим. Я-то думал раньше, а что это за ключ? Теперь, понимаете, все это начинает обрастать фактами. Как говорят, кстати, такой стиль прохождения игры под названием Дисонорет 2? Это прям лето на даче. Вот я почему дачи не люблю и вот все вот это? Из-за вот такого вот. Летом ты как ни крути, мухи будут летать. Там убьешь одну, прилетит еще 10. Это закон, закон муж. Мушки, закон шпанской мушки. Так, хорошо, а как мне попасть? Куда я уверен, что там что-то ценное есть? Я просто 100% гарантию даю. Ладно, почти получилось. А еще выше нельзя, мы же не запрыгнем. Я же не прокачал скилл до той степени, чтобы это делать на потрубение. Надо было потратить прокачку дальности телепорта. Вот я глупый человек, скажем так, не подумаю. Хотя, я так справлюсь. Мне кажется, или телепорт корма как-то поточнее? У него какой-то он изогнутый. У корма он такой сразу, знаете, примехонький. Вот мне это... Скажем так, больше заходит, честно говоря. Это что это проходит? Давайте окно... А, окно открыто здесь. Как? Почему я кашт или... Тут косоёбил, почему не было открыто? Ладно. Пойдем в штаб Хиллари. Будем устраивать там мейхом. Зрение нам пока не надо. Ничего интересного. Не те, а нам прям реально назад надо будет труп нести. Прям вот нести. Вы знаете, по стелсу-то как-то тяжело будет с этим трупом. То есть это, знаете, это как так... Огромная обуза. Так, хорошо здесь мухи. Просто огромная обуза, ребят. Сейчас возьмем мунишку. А, честные упоминания о нем вымораны без отстанки. Тоже, ты тяжкий. Что? 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 Он не убежит. Своим запретом. Не его иди. Я буду мстить. Нет, нет. Ты труп. У него пистолет. Не жди под час. Что тут происходит? Ты захлатишь на его след. Они стреляют по мне. Они стреляют с балконов. Огромен. Нет. Уже нет. У меня на прислужников чужого глаз наметан. Пора отгонить. Черт, возьми. Я же полечился. Я не успел, что ли? Ладно, ребят. Продолжим мы в следующей серии. Я как бы так-так хотел уже заканчивать. Посмотрим, где мы остановились. Вот здесь было автосохранение. Я мало сохранюсь, потому что, ну, понимаете, это же не стелс-версия. Прохождение. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Серия большая, вкусная. Всем пока. До скорого.